В центре внимания трасса Наусинск. Строительство дороги жизни сегодня обсудили глава региона и министр транспорта России. Итоги встречи. Обещанного семь лет ждут. В Индике все же достроят новую школу. Процесс теперь будет контролировать администрация региона. Выпили и попали в реанимацию. Двое местных подростков стали фигурантами административного дела. Родителей уже наказали. Будет как новая. Местный предприниматель приступил к ремонту памятника нефтяная вышка. Какой ее увидят горожане? Деньги за деньги. Сельхозтоваропроизводители могут претендовать на новую субсидию. Главное условие – вложение средств в собственное развитие. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Здравствуйте. С главными событиями этого дня в студии Олег Хатанзийский. Новости начинаются. Временно исполняющий обязанности губернатора региона сегодня провел рабочую встречу с министром транспорта России Александр Цибульский и Евгений Дитрих обсудили вопрос о развитии транспортной инфраструктуры в округе. Речь в частности шла о строительстве дороги Наринмар-Усинск. Глава заполярного субъекта рассказал о ходе работ, которые сейчас ведутся на третьем участке круглогодичной трассы. Между тем Александр Цибульский доложил министру транспорта о том, что некоторые участки дороги, которые строятся начиная с 91-го года, на сегодняшний день уже нуждаются в проведении капитального ремонта. Говорили стороны и о проекте по дно углублению Печоры. Для правительства страны он является стратегически приоритетным и будет реализован при федеральной поддержке. Оценочная стоимость работ составляет полтора миллиарда рублей. Кроме того, в ходе встречи Александр Цибульский и Евгений Дитрих обсудили вопросы, касающиеся возможности субсидирования тарифов на авиабилеты по межрегиональным маршрутам за счет средств федерального бюджета. Хорошая новость для жителей Индии. Новую школу в поселке достроит местная компания. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации. Уже известно, что контракт на выполнение работ подписан со строюниверсалом. Цена порядка 300 миллионов рублей. Напомню, возведение образовательного учреждения на 150 мест в населенном пункте началось еще в 2012 году. Тогда за Полярным районом было заключено соглашение на общую сумму 441 миллион рублей. Средства предполагалось выделить из бюджетов трех уровней – федерального, окружного и муниципального. С тех пор сменились два субподрядчика, а деньги были освоены на 61%. Весной Александром Цибульским после рабочей поездки в столицу Тиманского сельсовета было принято решение о передаче шестилетнего долгостроя в муниципального уровня на региональный. Тогда на встрече с населением Индиги вопрос о будущем новой школы стал одним из наиболее обсуждаемых. Было довольно сложное с точки зрения корпоративных процедур. Мы там решали юридические вопросы. Сейчас мы полностью все решили, забрали эти полномочия в округ. Деньги уже выделили на строительство, они у нас есть. Сейчас в ближайшие дни, на месяц будет выбран подрядчик, который будет строить. И в течение месяца начнется физическая достройка школы. Через полтора года мы надеемся уже выйти на ее торжественное отсутствие. Добавлю, как пояснили в профильном ведомстве, в настоящее время перед компанией «Строю Нерсал» стоит задача доставить необходимые для строительства материалы в поселок. Завершить все работы на социальном объекте субподрядчик планирует к 1 декабря следующего года. Нашли и решили выпить. Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав оштрафовала родителей двоих местных школьников. Они попали в реанимацию в состоянии сильного алкогольного опьянения. Нетрезвых подростков 2003 и 2004 годов рождения полицейские обнаружили в районе улицы Калмыково, что в новом поселке. Сначала несовершеннолетних доставили в психиатрическое отделение Ненинской окружной больницы для проведения химического анализа, однако там им стало плохо. Школьников срочно перевели в реанимационное отделение. Как пояснили сами подростки, две бутылки портвейна они нашли на одной из автобусных остановок города. При этом, по словам учеников, алкоголь употребляли впервые. В итоге каждому родителю назначили штраф в полторы тысячи рублей. В мэрии добавили всего комиссии. На очередном заседании было рассмотрено 36 дел об административных правонарушениях. В Ненинском округе формируется передвижная бригада врачей для обследования кочевников общины Канин. В тундру медицинский десант отправится в начале следующего месяца на праздничном рейсе ко Дню Оленя. Полевой лагерь будет развернут с 1 по 2 августа. В состав бригады войдут педиатр, терапевт, специалист УЗИ-диагностики, стоматолог, а также флюорографический отряд, рентгенолог и технический специалист. Во время медосмотра у кочевников будут брать на анализ кровь, снимать электрокардиограмму. Между тем, впервые проведут онкомониторинг и обследование на ВИЧ-инфекцию. Добавлю, в прошлом году специальный осмотр на День Оленя прошли кочевники семейно-родовой общины Ямпто, в позапрошлом оленеводы общины Канин, еще годом ранее с ПКЕРФ. Как показывает практика, чаще всего жители тундры страдают заболеваниями опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, еще имеют проблемы со зрением. Праздничный борт ко Дню Оленя вместе с доставят в тундру детское питание и лекарства для хронических больных, состоящих на учете узкопрофильных специалистов. Также оленеводам доставят походные аптечки для оказания экстренной медицинской помощи. Макет символический, а эффект исторический. Колоритный памятник буровой вышки, что в Хариверской экспедиции в свой юбилейный год получит новый облик и новый прочный постамент. По соглашению о социальном сотрудничестве с городской администрацией, все работы по ремонту монумента проводит за свой счет индивидуальный предприниматель из Наринмара. Завершить важный проект бизнесмен планирует в начале августа в преддверии празднования 60-летия геологоразведки в Нинецком округе. О том, как памятник выглядит сейчас, Тимофей Жуков. Ровно 30 лет назад, в мае 88-го, по инициативе работников Хариверской нефтегазоразведочной экспедиции, в Наринмаре был установлен макет буровой вышки. Памятник на улице рабочей посвятили первопроходцам округа, освоившим первые месторождения за полярным кругом. В этом году городская мэрия приняла решение привести в порядок 7-метрового юбиляра. За ответственную работу взялся по своей инициативе индивидуальный предприниматель. Как видите, макет демонтирован, привезли на базу, зачистили старую краску, прогрунтовали, отремонтировали лестничные марши. И в ближайшее время будем уже готовить к покраске и будет в трехцветовой гамме. Вот как полагается на буровых вышках. Вот так она будет покрашена. Выполнить все задуманные работы без демонтажа макета на высоте было практически невозможно. А потому памятник геологам-первопроходцам временно поменял прописку и переехал на промбазу в микрорайоне «Факел». Буровая вышка не только получит новый облик, но и новый постамент. Весь цоколь будет облицован натуральным камнем. Весь необходимый материал у нас закуплен. Более того, хотел бы сказать, что там помимо гранита мы не стали применять и закупать искусственный камень. Купили на облицовку цоколя натуральный камень. Как я в прошлый раз уже говорил, тротуар будет выложен из 3D-плитки. В ходе реконструкции памятник буровой вышки получит внутреннюю подсветку. Строители намерены завершить все восстановительные работы, запланированные с мэрией сроки. И уже в начале августа установить монумент-макет на прежнее место на Хриверской. Я думаю, что от этого мы тоже получим удовольствие, потому что наша рука тоже примет участие в этом. Я думаю, что людям тоже понравится. И, пользуясь ситуацией, хотел бы сказать, что если бы каждый предприниматель на себя взял бы какой-нибудь минимальный объект, оно бы выглядело бы эффектнее, и мы бы в каждый сезон захватывали большой объем. В юбилейный для геологоразведки округа год символичный монумент буровой вышки получит вторую жизнь. А вместе с ней сохранит память о тех, кто первым осваивал нашу тундру. Тимофей Жуков, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Другим новостям. Почти половина годового запаса топлива доставлена в село округа. По данным руководства Севержелкомсервиса, на 18 июля опережающий завоз в регионе выполняется в плановом режиме. Сегодня баржи с углем и дровами, отправленные в Нижнюю Пешу, дизель повезли в Великовисочное, Оксино, Каменку и Хангурей. На данный момент всеми видами топлива в полном объеме обеспечены Харутах, Ривер и Коткино. Таким образом, уже практически завершен первый этап завоза. Всего же, как сообщают в Департаменте строительства ЖКХ, в рамках кампании в село Заполярного субъекта, морским и речным путем будет доставлено 11 тысяч кубометров дров, 26 тысяч тонн каменного угля и порядка 9 тысяч тонн дизельного топлива. Сельхозтоваропроизводители Ненинского округа имеют право на еще одну субсидию из регионального бюджета. Правда, в этом случае администрация готова поддержать только те предприятия, которые вкладывают собственные средства в развитие своего производства и строительство новых объектов. Ненинская агропромышленная компания станет первой, кто получит новый вид господдержки. Подробности прямо сейчас. Сегодня в профильном департаменте Ненинского округа впервые подписано соглашение с агропромышленной компанией на выделение новой субсидии. 30 миллионов рублей предприятие получит на строительство телятника в селе Тельвиска. Тот, кто строит, кто развивается, тот получает от государства определенную сумму. И, наконец-то, после всяких согласований документ этот родился, и теперь ряд сельскохозяйственных производственных кооперативов, например, как Ижимский, Ленивод, Харп, Индига, Сула, могут получить эти субсидии, так как у них были построены соответствующие объекты. Я думаю, мы продолжим эту практику и на следующий год, для того, чтобы все, кто хочет развиваться, могли понимать, что государство всегда их поддержит. Животноводческую ферму в Тельвиске начали строить в прошлом году. Первоначальная цена контракта – 92 миллиона рублей. Из них 46 уже выплачены подрядчику. Чтобы полностью завершить объект, компании требуется еще 37 миллионов. Как раз большую часть необходимых средств покроет окружная субсидия, и уже к концу осени строители завершат возведение корпусов новой фермы. Сегодня ведутся работы, чтобы первый корпус уже запустить. То есть, к ноябрю месяцу уже должен стоять не в старом здании. Там очень аварийное здание в Тельвиске, а в новом здании. По словам руководителя, в сельском комплексе будет 80 дойных коров и 460 молодняка. На сегодняшний день, с учетом поголовья Воксина, у Ненецкой агропромышленной компании 920 голов крупно-рогатого скота. Из них 386 дойного стада. Мы увеличиваем поголовье, мы будем увеличивать производство по молоку. Если на сегодня агропромышленная компания ежесуточно производит в пределах 6,5 тонн молока, то в 2020 году мы планируем 8 тонн молока цельного производить и цельным молоком кормить город. В этом году в региональном бюджете на поддержку агрария в целом предусмотрено порядка 90 миллионов рублей. Округ готов компенсировать от 20 до 60% затрат в зависимости от мощности объекта. Владимир Рожин, Александр Дуркин, Телеканал «Север». С появления ребенка перед родителями, в семье которых есть автомобиль, встает вопрос, какие удерживающие устройства надежно защитят малыша время поездки. Впрочем, нередки случаи, когда этими мерами безопасности взрослые пренебрегают. И все потому, что не осознают последствия, которые могут произойти в случае аварии. Чтобы в нашем регионе ответственных родителей было больше, инспектори ГИБДД совместно с сотрудниками Комплексного центра социального обслуживания населения провели профилактическую беседу в родильном отделении Наринмара. По словам сотрудника ДПС Светланы Фроловой, детские удерживающие устройства необходимо выбирать с учетом возраста и роста ребенка. Кроме того, следует обратить внимание на наличие сертификата соответствия. Как в правилах еще сказано, если в автомобиле по техническим характеристикам есть система изофикс, то, естественно, и кресло мы должны выбирать с системой изофикс. Если же в автомобиль, который используют родители, такой системы по техническим характеристикам нет, значит, мы выбираем кресло, которое фиксируется штатными ремнями безопасностями, которые есть внутри кресла, обязательно дети, которые до года, смотреть, что внутри этого детского устройства были ортопедические вкладки. Согласно правилам, запрещены к использованию бескаркасные детские удерживающие устройства и адаптеры. Что касается расположения детского автокресла в салоне автомобиля, то здесь инспекторы тоже дают несколько советов. У всех безопасность считается сзади, посередине. Самое безопасное место для ребенка. Но, в принципе, оно не запрещено и спереди, и с боков сзади. Но если мы ребенка в детское кресло помещаем спереди, то мы должны учитывать такой нюанс, что если есть подушка безопасности, то мы ее должны выключать. При возникновении опасности эта подушка может травмировать ребенка. И это примерно до 4 лет мы должны перевозить ребенка противоположно потоку движения. То есть кресло должно стоять в обратном положении. Это тоже обезопасит ребенка, потому что, получается, сзади защищено и голова, и тело каркасом кресла. Напомню, с 12 лет дети могут ездить в автомобиле, используя штатные ремни безопасности, в том числе и на переднем пассажирском сидении. Дети помладше должны перевозиться исключительно в специальных удерживающих устройствах. В Пустозерском доме-интернате для престарелых и инвалидов работала мобильная приемная прокурора Нинецкого округа. К выездной комиссии также присоединились уполномоченный по правам человека, руководитель управления Роспотребнадзора и представители профильного департамента. На что жалуются постояльцы и коллектив социального учреждения, расскажем в следующем материале. Мы понимаем, что есть ряд вопросов, связанных прежде всего с тем, что ряд проживающих ограничены в движениях, они требуют специального ухода. И наше законодательство предусматривает для такой категории лиц определенные требования по медицинскому обеспечению, по материальному и в том числе по санитарным нормам. Пустозерский дом-интернат предназначен как для постоянного, так и для временного пребывания пожилых людей и инвалидов. На сегодняшний день здесь 87 человек. Основной контингент – это мужчины. Ну а главная задача коллектива – обеспечить в интернате такие условия, чтобы пенсионеры чувствовали себя как дома. Понятно, что всеместные постояльцы уже в возрасте, и помимо обычного ухода им требуется медицинское сопровождение. И сегодня главная проблема – в учреждении нет постоянного врача-терапевта. На данный момент у нас нет постоянного работника, то есть работник работает по внешнему совместительству. Не можем найти нехватка кадров в воду. А действующий медицинский персонал, он достаточен для того, чтобы надлежащим образом оказывать услуги? Ну, мы в 2019 год попросили там еще одну ставку, то есть чтобы организовать два банда. На данный момент в интернате не хватает и санитарок. В определенные дни недели для ухода за жильцами требуется разное количество обслуживающего персонала. Если это банный день, постояльцев вводят в общественное учреждение, то для их сопровождения и помощи требуется гораздо больше рук, чем в обычные дни. Работников прокуратуры также интересуют обеспечение интерната медикаментами. Здесь лекарствами очень строго. Препараты назначаются только врачом, который выписывает рецепты. У нас же 78 инвалидов. То есть если они стоят на учете узких специалистов, то им выписываются лекарственные препараты бесплатно. То есть если они в аптеках есть бесплатно, то мы их приобретаем. А если нет? Если нет, то смотрим, есть ли у нас такие лекарства, которые мы все равно же делаем в запас лекарственных препаратов, чтобы он был в учреждении. То есть если нет, делаем заявку в аптеку и стараемся приобрести. Среди постояльцев интерната есть и те, кто самостоятельно передвигаться не может. Они проживают на первом этаже, чтобы в случае эвакуации их без труда вынесли на улицу. Что касается средств реабилитации, этот вопрос задала уполномоченный по правам человека в Ниньском округе Лариса Сверидова. То все жильцы в полной мере ими обеспечены. Каждый год у нас делаем отчет. То есть если кто-то новенький приходит, да, из старых, то есть у нас ведутся карточки, в которых регистрируется нуждаемость, обеспеченность, на какой срок, когда подаем заявки в фонд социального страхования. С этого года в штате учреждения появился психолог, а также два инструктора по трудовой деятельности. Не все, конечно, привлекаются к работе, но если у клиентов нет противопоказаний, то они могут помогать сотрудникам столовой. Недавно постояльцы участвовали в озеленении клумб во дворе интерната. Всевозможные кружки. Вы вот видите, да, все вот эти грамоты, благодарности получены за поделки, сделанные проживающими своими руками. Мы участвуем во всевозможных окружных городских конкурсах. После общей беседы комиссия провела осмотр. Комнаты отдыха, карантинное отделение, а также спальные места. Посетили и столовую, где речь зашла о качестве еды. Жалобы на медфуд периодически поступали, но со временем все пожелания постояльцев были учтены. А какие претензии, если бывают? Ну, вкусно, невкусно – это такое. Ну, недосоленное или там, как бы, вот взять нашим, вот, который, протертую пищу, вот, насчет протертой пищи, вот тоже, мы как бы тоже говорим. Если, наверное, протертая, протирали там яблоки и фрукты, да, мы договорили, что вот нам в баночках детское питание. То есть, едят с удовольствием, очень удобно и все. То есть, ну, мы же тоже не сразу к этому приходим, да, что вот фрукты протертые. Мы пришли к тому, что и медфуд нам подскажет, а лучше вот. Проверяющие побывали и в изоляторе, в котором находятся постояльцы с психическими отклонениями. Таких здесь пятеро. По мнению всех членов комиссии, они должны жить в соответствующих условиях. И поэтому Николай Егоров посоветовал директору интерната обратиться в суд для признания их недееспособными. Тогда появится основание определить особых пациентов в специализированное учреждение. Людмила Сидейская, Надежда Качегова, Сергей Качегов, Телеканал «Север». И в завершении выпуска в столице региона стартовала благодарительная акция «Помоги собраться в школу». Ее организаторы – комплексный центр социального обслуживания населения. Акция по сбору канцелярских принадлежностей для детей и семей, находящихся в трудном положении, проходит ежегодно накануне Дня знаний. Мы собираем подарки для школьников со 2 по 11 классы, поскольку первоклассникам на 1 сентября дарят канцелярские наборы. Все предметы мы раздаем семьям, которые находятся под контролем отделения помощи семье и детям. В прошлом году мы также отправляли наборы в «Красное», «Великовисочное» и «Нельминос». Отметим, что акция проводится уже больше 10 лет, и мы всегда находим поддержку жителей региона. Стать участником акции «Помоги собраться в школу» может абсолютно каждый. Для этого необходимо приобрести рюкзаки, тетради, краски, альбомы, фломастеры и другие канцелярские товары и принести по адресу улица Рабочая, 17-я, кабинет номер 3. Добавлю, в прошлом году жители региона помогли подготовиться к школе более 60 ученикам от 8 до 17 лет. Все они получили подарки к 1 сентября в виде ученических наборов. Такова была информационная картина дня. Спасибо, что были с нами. Далее прогноз погоды. До встречи в эфире.